Вот и закончился совместник по вязанию пледа «Белая ворона». Приняв решение вязать, застряли на вопросе «показывать готовый плед сразу или поиграть в вязание с неизвестным результатом». Ну, вопрос, сколько нужно пледов, ведь уже три оригинальные модели мы предложили. И опять вязать и сшивать квадратики? Ну где же ваш креатив? Ну, авантюрное желание не просто поделиться идеей, а соблазнить вязальное сообщество на «а подумать» привело к тому, что мы придумали игру. Суть ее – это как дать в руки кубик двух цветов и задание «собери из них орнамент». Кажется, что вариантов немного, ведь если два кубика, то комбинации две – белый-красный, красный-белый. В этой технике создают изделие под названием «Интерлаг». И несмотря на простоту исполнения, рождаются очень красивые идеи. Но есть еще возможность связать квадрат с узором и повернуть этот квадрат в разные стороны. И таким образом количество комбинаций многократно увеличивается. Ну, а если кубиков 24, то комбинации может быть тысячи. И чтобы вы это увидели, что нет единственно возможного варианта. Есть выбор из того, что нравится, или то, что получилось, или как это было сделано до нас. Мы решили дать возможность и вам сделать свой выбор. Я считаю, что задача совместника выполнена, интрига удалась. И хотя большинство участников отсиживалось и ждало результата, и, скорее всего, будут вязать уже увидев, что получилось, или не будут вовсе. Но мы благодарим всех, кто принял участие в поиске своей идеи. Этот плед – доказательство того, что нет единственного, самого лучшего или правильного варианта. Даже если вы ограничены в средствах, или в цветах пряжи, или в вариантах узоров, или в том, что вы себе говорите, оправдывая свое бездействие. Пара слов о том, почему плед называется белая ворона. В курсе новичков есть задание – частичное вязание. Мне давно нравится этот образец, но в очередной раз, принимая отчет ученицы, мне пришла в голову мысль показать ученикам, что узор – это не обязательно жаккард, который вяжут перфокарты или электроникой. Интересный узор получается даже у новичка, применяя геометрические фигуры, которые легко вязать. Я взяла квадрат с уголками, который получается при частичном вязании, и стала его крутить. И вот несколько узоров, которые родились. Показав Наталье, мы решили, что нужно всего день, чтобы связать фрагменты, и еще один день, чтобы их сшить. И таким образом мы стали вязать плед. Но предполагалось всего четыре цвета. То, что желтая гребенка на втором образце будет полностью желтая. Уже были отвязаны несколько квадратиков по второму заданию, когда пришла в голову идея добавить еще один белый зуб. А именно, закрасив уголок у всех желтых фрагментов, я увидела звездочку. И именно эта идея была утверждена в окончательном варианте. Как вы видите, по множеству раскладок, которые предложили участники, можно было застрять на этапе креатива надолго. И таким образом вязать мы начали, плед был готов, а названия не было. Наталья увидела в узоре крылья. В черновом варианте они нам напомнили стаю ворон. Ну, а внеся белое крыло, мы получили белую ворону. На самом деле, все очень условно и ассоциативно. Но именно ассоциации и вывели нас на такую идею. Выбирайте свой вариант пледа, вяжите и помните, что нет лучшего варианта. И тем более нет единственного варианта. Все определяется вашим разрешением себе позволить, подумать или взять готовый вариант, придуманный кем-то.